Да, жаркий прием устроила Беларусь всем участникам Славянского базара. В эти дни по всей стране температура превышает отметку в 30 градусов. В таких условиях важно уделить внимание безопасности и комфорту людей на рабочих местах. Соблюдение температурного режима в помещениях, наличие питьевой воды, длительность рабочей смены мониторит Федерация профсоюзов. Как грамотно организовать рабочий процесс и куда обратиться при нарушении правил, узнала Светлана Чернова. Все функционирует. В принципе никаких проблем нет, люди не ущемляются абсолютно, принимают дождь, как только чувствуют. Наличие душевых – положительный пример организации труда на производстве со сложными условиями. Инспектор контролирует, как соблюдается питьевой режим. Нареканий нет. На территории установлен сатуратор с минерализированной водой. Газированная вода, пожалуйста, набирайте сколько хотите. Нас это устраивает. Вода есть, даже газированная, минеральная будет. Душевые кабины есть, там у нас туалеты, мувальники, все как полагается. Комната общепита имеется. И столовая. Все устраивается, все хорошо. У сварочных аппаратов установлены вытяжки, помещения проветриваются. В медпункте предприятия говорят, что жара все-таки на самочувствии сказывается, но случаев с тепловыми ударами не зафиксировано. Тепловых ударов не было, но люди обращались, жалобы на головокружение, пониженное давление, головная боль. Мы пошли навстречу просьбам наших работников и установили сокращенный рабочий режим на один час для рабочих со сдельной и по временам премиальной оплаты труда, и ИТРовскому составу в случае, если температура в их офисах превышает 28 градусов. А это уже по факту надбавка за работу во вредных условиях труда. Время смены сокращенное, заработная плата при этом та же. Включили и дополнительные перерывы на отдых. Независимо от формы собственности, все наниматели обязаны в период повышенной температуры установить дополнительные технологические перерывы. Это обязанность нанимателя. Практически в поголовном большинстве все это соблюдается. Это раз. Второе, что наниматель обязан, это предусмотреть комнаты отдыха. С проверкой условий труда техническая инспекция и в третьем троллейбусном парке. Проблем с питьевой водой нет, выдается ежедневно на смену оборудованы комнаты отдыха. Работается комфортно, потому что работаем в большинстве случаев на МАЗе 203Т. То есть троллейбусы оборудованы полностью кондиционерами как и в салоне, так и в кабине. Выдают каждый день воду, то есть от жажды не страдаем. Также есть кондиционеры на дисперчерских станциях, в комнатах отдыха. С начала лета Федерация профсоюзов зафиксировала свыше 100 обращений с жалобами на некомфортные условия труда в жару. Каждый случай под контролем. Федерация профсоюзов продолжает держать на контроле ситуацию с температурным режимом на предприятиях. Кроме того, если работник заметит нарушение этих норм или нарушение других правил техники безопасности, при этом работодатель не спешит решать ситуацию, можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси. Светлана Чернова, Алексей Юнош, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова